Андрюш, надо как-то сделать так, чтобы одна страница была, а не две, тогда она будет более видна и растянуть. А сейчас я сделаю. Как-нибудь их растянуть, чтобы читать можно было по-английски. Уже у нас, как и в русском, русские женщины по Пушкину, у них любовь выражалась по-французски. Так у Леонидова все пишется почему-то по-английски, вместо того, чтобы по-русски написать. Владимир Иванович, ну были же доклады тоже с английским уже у некоторых, не только у Андрея Владимировича. Ну вообще-то надо на латынь переходить. Никому не обидно было нейтрально. А вообще начинать доклады все, не прослушав с его критики, это на самом деле не самое лучшее дело, Володя. Я думаю, что пора начинать, послушаем, а потом, может быть, и английский лучше выучим заодно. Может, сейчас, Виктор Иванович, китайский учить надо будет, нет? Хорошо, тогда начинаем наш семинар. У нас сегодня выступает Андрей Владимирович Леонидов из Фиана и расскажет нам очень увлекательную тему «Мультиагентная оптимизация и теория игр». Причем, ну, теория игр вроде все понимают, что это такое, но Леонидов, он и на теории игр смотрит очень специфически, как я понял. А «Мультиагентная оптимизация», мне кажется, надо объяснить, чем это отличается от группового выбора. Потому что группового выбора как раз и занимается, когда много агентов пытаются, ну, принять какое-то общее решение. Хорошо, давай, Андрюш. Спасибо, да. Ну, сначала относительно языка, если бы это была наша работа, она, конечно, докладывалась бы по-русски, но, как вы видите, на самом деле, то, что я вам расскажу, это такая комбинация из двух обзоров. Причем второй обзор совсем недавний, и вот со второй частью я испытывал довольно большие трудности и был очень рад, что такой обзор вышел. Последняя версия – это мартовская версия, вот это вот «A Nover View of Marte Agent Reinforcement Learning». Вот это совсем недавний обзор, ну, и в этих условиях мне технически просто, ну, по-русски это сделать реально я бы не смог вообще. Ну, просто мне легче использовать имеющиеся эти тексты. Понятно. Вот, так что это вот, это просто экономия, экономия времени, вот, а не желание, вот, желание, а не желание… Ну, ладно, оправдываться. Ну, это… Ама-Данилов уже убежден. Ну, я просто до сих пор как-то нахожусь под впечатлением, где это было, это было, наверное, в Рэш, когда, когда они, точно, это было в Рэш, когда даже в перерывах, в перерыве, вот семинар был, там был перерыв, и даже в перерыве они говорили по-английски. Совершенно отечественные люди. Так что, так что, тут, конечно… Мне в свое время пришлось настоять на том, чтобы не все лекции читали на английском, а были люди, которые говорили, что нет, надо переходить на английский целиком. Но вот все-таки не перешли. Ну, хорошо, английский, на самом деле, вполне нормальный язык научного общения, к которому мы привыкли, так что здесь нет проблем. Да, ну, хорошо. Значит, давайте я начну. Тема сама, пару слов о важности темы. Мне кажется, что эта тема совершенно центральная, потому что, по крайней мере, вот мое впечатление состоит в том, что сейчас происходит интенсивный и, надо сказать, грандиозный синтез того, что достижение теории игр, которое превращается в практическом использовании в так называемую алгоритмическую теорию игр, то есть такую теорию, в которой интересны не только равновесие, но и способы их достижения. И что дает естественную связь с мультиагентным подходом и тем самым с распределенной оптимизацией. Ну и последний тренд в этой сфере – это осознание того, насколько обучение с подкреплением – это единственный существующий метод рационального планирования такого вот игровых действий, теоретика игровых действий на будущее. В рамках этой алгоритмической теории игры это естественно, это высказывание естественно, хотя сам по себе reinforcement learning, его обучение с подкреплением само по себе не принято связывать напрямую с этими сюжетами. Но вот объединение этих двух тем я попробую вам представить в том виде, в котором мне удалось на сегодняшний день осознать. Итак, что такое задачи управления или оптимизации распределенные? И чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что решения принимаются агентами разнообразными, и ни у кого из агентов нет полной информации о происходящем. Но, скажем, легче всего это представить себе в виде сюжета, когда они формируют, как с точки зрения взаимодействия, эти агенты формируют граф некоторый, который топология может зависеть от времени, может не зависеть от времени при этой постановке задачи. И вот они, и так у них есть у этих агентов локальная информация какая-то, и они поступают, и они оптимизируются в соответствии с той информацией, которая у них есть, и со стратегиями, которые у них есть. Вместе с тем, речь идет о задачи оптимизации, и тем самым все-таки речь идет о том, чтобы глобальное поведение имело нужный вид. Ну и вот есть примеры, для которых уже прослежено, как это можно сделать, это в частности транспортные задачи, это сети энергетические, в особенности вот эти вот мобильные датчики, которые покрывают территорию и так далее. Поскольку принимаются какие-то решения, то есть имеется набор стратегий, имеется какое-то представление о том, что агентом полезен, что агентом хорошо, а что нет, то возникает естественное желание сформулировать это в том виде, в котором это принято в теории игр, когда вот эти вот локальные агенты, которые принимают решения, это игроки, а их решения, ну для того, чтобы понять, как они принимают решения, нужно описать функции полезности, и что обычно вне рамок вот таких совсем стандартных теорий игр остается, это динамика, это обучающая динамика, которая приводит вас к нужному состоянию, вот, потому что, и надо сказать, что соотношение между обучающей динамикой, результатом и вот этими функциями полезности, это и есть нетривиальная история, и вот в совокупности то, что об этом известно, это я вот более-менее сейчас и расскажу в первой части, вот, теперь, ну в теории игр вы начинаете с того, что вы знаете о том, вы говорите, что вы знаете о том, что это за агенты и чего они хотят, в распределенном планировании, вот, все эти сущности, а именно, кто такие агенты, что за полезности у них, и что за обучающие правила, это вопрос дизайна, и в этом случае, то есть вам нужно сделать так, чтобы теоретико-игровое решение, которое вытекает из всего вышесказанного, ну, во-первых, сходилось к какому-нибудь из какой-то желательной с точки зрения теории игр конфигурации, и во-вторых, был предъявлен механизм, то есть какой-то механизм принятия решений, который позволяет агентам достичь этой самой конфигурации, вот, ну и в этом смысле требуются шаги перечисленные на этом слайде, а именно сформулировать цель, ну, обычно цель – это целевая функция, то есть это либо максимизация функции какой-то, либо минимизация костов, расходов, затрат, вот, если есть эта функция, после того, как есть эта функция, вам нужно построить распределенное представление этой функции и снабдить локальные сущности полезностями, полезности соответствующие. Теперь следующий шаг. Вам нужно объяснить, шаг этот, по-моему, на самом деле необыкновенно труден, но я еще дальше прокомментирую, а именно, значит, вам нужно сказать, какой именно теоретика игрового решения, какой тип теоретика игрового решения вас интересует. Связано это с тем, что, к сожалению, теория игр в ее современном состоянии не дает ответа на вопрос о том, как, что такое, ну, что такое полезное понятие равновесия. Есть множество, да? Андрей, Андрюш, не только в теперешнем состоянии, но и никогда она не придумывает ничего. Это вот, вот нет, это, я думаю, это вот, это мне, вот я убежден просто, что, я убежден, что это произойдет. Это вот, просто мы переживаем сейчас стадию, при которой, ну, теория игр выходит из колыбели математической и начинает, и начинает всерьез сравниваться с действительностью. Сам этот процесс сравнения с действительностью и понимания того, какие аспекты того, что мы знаем о равновесии, об эволюции теоретикой игровой, какие важны, какие не важны, какие важны в каких ситуациях. Это просто сейчас происходит. И это не математическое знание. Это знание, похоже, это естественно научное. Ну, или знание, похоже на естественно научное. И мне, и я абсолютно уверен, что, что оно будет, это займет много лет, как я думаю, поскольку социально-экономические системы неизмеримо сложнее, чем физические. Вот, просто физика, физика просто прошла этот, буквально этот путь от алхимии до современного состояния. И теория игр тоже. Вот сам факт наличия алгоритмической теории игр, огромного к ней интереса, огромного количества публикаций, это и есть манифестация этого процесса. Ну и кроме того, множество задач конкретных совершенно в искусственном интеллекте, они прямо сюда приводят. Ну, давайте, это я... А можно, в смысле, вопрос по постановке? Вроде бы здесь не хватает самого главного пункта. А зачем, если это все дизайн, то зачем вообще придумывать этих агентов? А, дело в том, что... Ответ очень простой. У вас сложные оптимизационные задачи, их решения абсолютно не интерпретируемы. И труднодостижимы от себя еще. А проектированная система не будет такой же сложной задачей? Давайте я расскажу, что известно. Это такая философская дискуссия. А потом мы можем к этому вернуться. Если можно, сейчас я продолжу. Ну, чтобы все-таки уточнить, значит, эти агенты не имеют своих собственных функций полезности. Имеют. Нет, имеют. Или они имеют с самого начала их, или мы их наделяем. Дизайн же. Ты говорил дизайн. Это дизайн, да-да, и мы их наделяем. Мы их наделяем функция. Вот это вот очень важный момент, который на самом деле, ну, как бы разделяет две области. Это область вычислений. Да, правильно, да-да-да. Области взаимодействия реальных агентов. Это совершенно правильно, да. Вот здесь речь идет о вычислении, правильно? Нет, речь идет и о том, и о том. Вы сейчас увидите. Но тогда мы имеем дело с двумя разными обстоятельствами. Да. В одном случае агенты – это искусственно придуманные конструкции. В другом случае это те, кто реально, ну, реально в том смысле, что они уже наделены не только информацией, но и своими собственными целями. Да-да, но это, вы сейчас увидите, здесь агенты, здесь для простоты речь пойдет об искусственных агентах, хотя некоторые работы последние рассматривают одновременно и искусственно созданных, то есть такая смесь искусственных агентов и человеческого интеллекта. Такая комбинированная конструкция уже рассматривается, это последний год, вот это сейчас начинается. Вот, значит, ну и вот в первой части мы будем рассматривать, вот как в этом обзоре, значит, вот некоторые ресурсы, лучше, некоторые ресурсы и распределение усилий. Вот, вот, assets – это, можно считать, усилие, значит, или использование, степень использования, вот, и эти вот assets эти и будут нашими агентами, и они будут использовать ресурсы. Вот, и для каждого агента задается множество этих самых ресурсов, ну, а решением является оптимальная аллокация. Вот, вот, вот этих вот assets, которые, значит, которые максимизируют или минимизируют в зависимости от того, что за функция, значит, целевую функцию системы. Вот, значит, итак, с точки зрения, как это все превратить в теоретико-игровую конструкцию, хорошо, у нас есть вот задача максимизировать целевую функцию для распределенной системы. Вот, значит, значит, что это целевая функция зависит от локальных характеристик. И, соответственно, нам нужно задать, для того, чтобы теоретико-игровую конструкцию соответствующую сделать, нам нужно сказать, кто такие агенты, вот, задать стратегии, то есть возможности для них что-нибудь выбрать, и предпочтения. Ну, можно привести пример локальных характеристик? Локальных характеристик? Ну, например, использование, например, кусок дороги, который используется, нагруженность. Ну, нагрузка на ребрографа транспортной сети, да? Ну, например, да. Ну, агентами там будут автомобили, ресурсами будут дороги. Вот, ну, вы увидите, я напишу, на самом деле я напишу полезность, это вот проще, значит, да. Теперь вторая вещь, это как эти локальные, теперь что такое поиск решения? Это значит, что эти локальные выборы подстраиваются как-то со временем по какому-то правилу. То есть здесь с самого начала процесс поиска решения расшифровывается динамически, как механизм. Ну, это очень естественно в том смысле, что у нас, раз у нас нет глобального представления, раз у этих характеристики локальные, то есть нет глобальной информации у них, то и использовать глобальные методы, которые всю систему сразу как-то информацию о всей системе охватывать тоже нельзя. Поэтому мы ограничены только локальной информацией в этом смысле и какими-то правилами, которые к этой локальной информации привязаны. Ну, вот, например, значит, это задача о консенсусе, в который каждый агент, каждый агент имеет информацию только об ограниченном выборе своих соседей. Значит, это все происходит на действительной оси. Ну, и вот выписано простейшее правило. Эта модель называется модель голосования, на самом деле, в дискретном случае. Но в непрерывном случае, значит, можно показать, что если мы напишем вот то, что снизу написано, давайте я не буду этого доказывать, но это довольно легко сделать, что если мы напишем такую квадратичную функцию полезности, где АИ – это, соответственно, выбор самого агента, а АЖ – это выбор его соседей, и жадное правило аргмакс. Только, Андрюш, надо аргминиум, мин написать, а не аргмакс. Нет, функция полезности максимизируется. Как это? Как? Нет. Ну, как? Аргмакс. Тогда полезность как-то очень странно написано. Надо с минусом ставить. Ведь ты же хочешь сблизить АИ и АЖ. Да. Тогда это минимум. Да, 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 аргминиум. Извините, да, это я что-то… Нет, ну, полезность надо с минусом ставить. Да, полезность с минусом. Я прошу прощения. Забыл я минус. Так, теперь вот к тому, просто важнейший на самом деле пункт – это упомянутая выше неоднозначность понятия равновесия. Ну, вот здесь выписаны ключевые известные формы, в которых можно искать равновесие. Ну, простейшее – это P&E, это равновесие наше в чистых стратегиях, равновесие наше в смешанных стратегиях, коррелированное равновесие, которое многие считают самым важным понятием. И, наконец, cos-grained, как это сказать? Грубое, что ли? Ну, давайте я вот так вот… Оно так называется на русский стандартного термина нет. Вот есть cos-grained, коррелированное, огрубленное. Грубое, коррелированное. Нет, ну, лучше так, огрубленное. Курс – это не фамилия? Нет, нет. Нет, это грубое, огрубленное. Нет, там фамилии – это Харт и Маскалел. То есть само коррелированное равновесие придумал Ауман, а ключевая работа по огрубленному коррелированному равновесию – это Харт и Маскалел, о которых речь пойдет. Нет, Андрей. Да. Но почему здесь нет там каких-нибудь коалиционных равновесий, которые были… Я скажу, что это более естественный. Задача не в этом. Если коалиционное равновесие – это подмена, это значит, что они все преследуют глобальную цель. Они о ней знают. А здесь задача совсем другая. Здесь задача, но в данном случае задача очень скромная. И в том, что я расскажу, будет показано, в каких случаях можно достичь эквивалентности вот этого конкурентного выбора и глобальной оптимизации. На самом деле, ну, как уже, по-моему, обсуждалось, мне кажется, самая интересная задача – это как, условно говоря, как добавлять какой-то контролируемый объем центрального планировщика в конкурентной задаче, чтобы улучшать ее свойства. Нужно на самом деле глобально… Это вот компетишн, такая настоящая задача компетишн, она, как мне кажется, в этом состоит. Но она очень трудная, и чтобы в ней продвинуться, обязательно нужно понимать, что происходит в тех случаях, когда достижим полную эквивалентность. У меня вопрос вот такой. Если это искусственные агенты, и на самом деле мы можем навязать им любой алгоритм поведения, почему мы ограничиваемся задачей отыскания какого-то теоретика игрового равновесия? К этому вообще алгоритмы не сводятся. Это правильно. Но теоретика игрового равновесия – это, как мне кажется, очень выделенные точки. Это же само понятие равновесия наше же крайне непривиальное. Это то, к чему вы придете, если не использовать глобальную информацию. Она не всегда доступна. Локальная всегда доступна для конкретных задач. Хорошо, конечно. Окей. Ну, просто современные, понимаете, в современных задачах, они же объема какого? Это иногда сотни миллионов точек. Уже и миллиарды в некоторых приложениях. И для таких задач совершенно невозможно. Задача с центральным планировщиком, она просто… Ее нет, можно сказать. Ну, то есть, это как с кинетической теорией физики. Вы можете написать уравнение Ньютона для всех 10-24 молекул, но вы их и выписать-то не успеете за разумное время. Вот. Здесь то же самое. Здесь нужны агрегирующие концепты. И эти агрегирующие концепты неизбежно будут основываться на использовании локальных свойств. А здесь все, что человечество знает, это вот замечательное знание. Здесь оно от теории игр происходит. Никаких других источников нет. И есть вот эта дихотомия, вот этого конкурентного, конкурентного, но неэффективного с точки зрения центрального планировщика. И оптимальное с точки зрения планировщика, но недостижимое, возможно, совершенно в оптимизационной задаче. Это вот эти два полиса и определяют вот это силовое поле, в котором все это происходит. Но пока, значит, я просто надо сказать, что если есть желание какое-то использовать результаты теории игр, то что касается вот самого равновесия, то нам как минимум хорошо бы определиться или, по крайней мере, понимать, что именно мы здесь хотим использовать, какое из них. Ну и в настоящий момент наибольшее продвижение в самом слабом из них, а именно в коас-грейнг, коррелированном равновесии. Коррелированное равновесие для тех, кто, возможно, с этим не знаком, это обобщение равновесия в смешанных стратегиях, когда у вас мультивариатная функция распределения на них, когда они зависят друг от друга, и тем самым в настоящем коррелированном равновесии, которое Ауман первый, по-моему, придумал, агенты используют соответствующие условные распределения. А вот это вот огрубленное коррелированное равновесие – это упрощение довольно большого этой конструкции, когда другие агенты, то есть при решении агент предполагает, что другие агенты используют маргинальное распределение соответствующего. Ну и здесь вот давайте я позже немножко скажу, что здесь известно, потому что здесь вот по этому пункту наибольшее приближение. К сожалению, сказать вот, ну, я не видел практических задач, которые бы детально показали, что это значит с точки зрения эффективности. Вот это, ну, дело в том, что это все трудные довольно сюжеты, и несмотря на то, что над ними много работают, результаты в значительной степени теоретический характер носят, хотя в некоторых сферах, вот, например, с датчиками существуют уже просто тома на эту тему, очень продвинутые. Вот. Ну, может быть, я… Давайте определения я в эту аудиторию пропущу. Они были выписаны для другой аудитории. Вот эти два точно есть равновесия наша в чистых и в смешанных стратегиях. Вот это то, что я сказал. Есть коррелированное равновесие. Ну и вот, значит, да, здесь вот надо было на самом деле вот это вот стереть. Это я… Это ошибка. Вот это общее коррелированное равновесие. Ну, а огрубленное, я уже сказал, в нем другие предполагаются, что другие агенты используют маржинальное распределение свои, а не полное условное распределение. Можно по-русски пояснить, что такое маржинальное распределение? Ну, это если у вас есть, например, распределение от двух переменных, вы проинтегрируете по первой и получите маржинальное распределение. По второй. Оно, по-моему, по-русски называется. Да, да, да. Да, это про термин. Иногда честным называют. Нет, нет, ну, маргинальное используют систему. Ну, маргинальное или маржинальное, наверное, это зависит от франкоориентированности или немецкой ориентированности, как мне кажется, в этом месте. Значит, итак, теперь, вот хорошо, значит, у нас есть какая-то теоретика, игровая конструкция, и нам нужны какие-то метрики для того, чтобы сказать, насколько эта конструкция хорошо работает с точки зрения функции целевой. Ну, и есть стандартные для этого метрики. Это цена анархии, так называемая. Цена анархии – это такой очень звучный термин, но он как раз и говорит вам, на каком расстоянии ваш конкурентный ответ находится от идеального. То есть от того, который вы достигли бы при помощи центрального планировщика. Ну, и есть еще вот эта цена устойчивости. На самом деле цена анархии чаще используется. Ну, и удается, для меня это несколько непостижимые сюжеты, поскольку это такая довольно трудная математика, но с этой ценой анархии удается реально работать, и довольно много есть результатов всяких по ее оценкам. И это требует тонкой такой уже математической работы настоящей. Теперь, на самом деле, все успехи вот в этом направлении пока связаны с потенциальными играми. Кроме результата Маска, Велла и Харта, о котором я скажу попозже. Значит, потенциальные игры – это такие игры, в которых потенциал в точности наследует изменение выбора каждого участника. То есть при изменении выбора участника потенциал прям вот линейно наследует эту разность. И есть теорема, которая прямо задачу распределения ресурсов делает потенциальной игрой. Вот здесь написан потенциал для него. Вообще, это довольно нетривиальная, по-моему, вещь. Но, в общем, для той задачи, которую мы рассматривали только что, в самом начале, известно, это результат 2000-х, 2000 с чем-то. Не помню, кто автор, к сожалению. Но вот эти вот задачи того рода, который я описал, переписываются как потенциальная игра. У меня есть примеры потенциальных игр. Но вот самый известный, может быть, пример, который связан с парадоксом Брайса, это как раз задача о том, как оптимально ездить по дорогам. И там есть просто нагрузка. У момента уже нагрузка на дороги, на графах. Вот. И игра состоит в том, чтобы сделать это оптимально, такую игру можно сформулировать как потенциальную. Теперь потенциальная игра обладает замечательным... Давайте я пропущу это. Тут есть еще координационная игра. Раньше вы использовали термин, хорошо было бы все-таки его пояснить. Потенциальная игра? Но я вроде... Вот она определена. Сейчас. Вот определение потенциальной игры вот здесь написано. Да, вот здесь. Вот это определение потенциальной игры, это Мондарер Шепли, насколько я понимаю. И они же доказали, что в потенциальной игре существует равновесие Нэша в чистых стратегиях. И кроме того, для потенциальных игр доказано, что обучающая динамика вот такого вот вида, вот это лог-линейное, обучение приводит вас к этому равновесию. И это равновесие и есть то, что максимизирует W. Сейчас можно вопрос. Потенциальная игра, это значит просто у них единая вот эта фишка, что ли, существует? Да не у каждого своя единая. Нет, нет, у каждого свое фи. Там написано единое. Нет, написано. Там единое написано. Андрей, ну потратите некоторое время на пояснение, пожалуйста. Вернись к этой стране. Выделение потенциальной игры. Не стоит апеллировать сразу. Там единое фи. Нет, вот у – это некая сумма по фи локальным. Обычно содержащие одну вторую для неориентированных графов. Но это у написано так, что если локальное решение меняется, то вот это вот функционал от состояния изменится, изменится как нужно. Сейчас, нет, непонятно. Давайте немножко подробнее все-таки о печке. Давайте, давайте, вот я вот, давайте, сейчас. Ну вот, например, видите, да? Ну вот расскажите, не надо. А, сейчас. Ну, или вот это вот. Ну, что-нибудь одно, но расскажите, что на слайде. Да-да, на слайде. Значит, у нас есть граф. И на нем заданы функции CE, которые говорят, сколько агентов одновременно используют ребро. Для агента И существует цена использования. Вот такая вот. Сейчас. Здесь А, это что такое? Это количество машин, которые используют этот ребро. Это модуль А или А? Да, модуль А. Ну, это модуль А. А С, это цена этого? Да-да, это вот эта цена. Дело в том, что для каждой, ну, это, это, это цена. Для каждого агента есть, ну, скажем, время, например, да? Да, время, да, это очень просто. Да, время, которое он потратит на преодоление то ребра, если количество машин равно А. И вот это, ну, это цена на одну машину в расчете. Да, правильно, да. А это умножается на это. А это умножается, наверное. Так, понятно, хорошо. И для каждого агента есть сумма по всем ребрам. Да. Ну, это вот, это с точки зрения одного агента. Да. И оказывается, что эту задачу, эта задача характеризуется вот таким потенциалом. Вот этот вот потенциал Фи, это сумма по всем ребрам и по всем нагрузкам, возможно, на ребрам. Потенциал в том смысле, что его надо минимизировать. Да, да. Ну, максимизировать для теории. Сейчас тут сумма по К, где здесь К, то есть это с этой суммой. Как максимизировать? Сумма по К, где тут К? Потенциал обычно максимизируется. Нет, ну, здесь все. ЦРК, скорее всего. Здесь все-таки мы суммарную цену должны минимизировать или максимизировать? Нет, цену, конечно, минимизировать, да. Ну, так я про это говорю. Да, да. Сейчас, а вот здесь сумма по К, где К тут? Сейчас, но Ц от К должно быть, скорее всего. Одну секундочку. Ц от К, конечно, Ц от К, да. Ц, Е от К. Прошу прощения, вот здесь вместо этого К, ну, когда я сам наберу. Е большое, это ребра, да, значит, мы по всем ребрам и по всем агентам, да, правильно? Да, а здесь по К, конечно, здесь К стоит, вот здесь вот в аргументе. А, понятно. Вот. И существует алгоритм, описанный, значит, как система, значит, это довольно нетривиальная вообще история, но известно, что эта игра вот является потенциальной, что такое, давайте я попросту скажу, вот потенциальная игра, это такая игра, в которой теоретика игровой равновесия, это, это та конфигурация, которая минимально, или там обеспечивает минимум или максимум вот некоторые функции от состояния, да. И в этом смысле вы просто один в один переписываете, переписываете задачу теоретико-игровую, в которой локальные решения только применяются. Вы просто переписываете, можете переписать ее в терминах, но фактически оптимизационной задачи. Это первое. И второе для таких задач существует динамика локальная, которая приводит вас, и она описана, что как устроен выбор агентов в каждый момент времени, вероятностно основанной на той информации, которая у них есть, как устроен этот выбор, то есть каковы вероятности выбрать то или иное решение. Вот этот процесс явно описан, эти вероятности зависят от времени, и это выглядит как нащупывание, в этом смысле это выглядит как нащупывание правильных вероятностей в смешанных. Опять, игрокам навязывается это правило. Да, 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 это задается. Да, значит, более тонкое, вот сейчас вот как раз следующий шаг, который вот самый современный, который сейчас делается, это поиск игроков, когда они сами это делают при помощи обучения настоящего. То, что здесь описано, это не обучение, это вы говорите, какие у них полезности, и говорите, какая обучающая динамика. Ну, она не обучающая в этом смысле. Это вот вы задали, говорите, что они будут делать так. И известно, что они сойдутся туда, куда надо. У вас там было на предыдущем слайде правило обучения, но можете хоть немножко сказать, в чем оно здесь состоит? Ну, смотрите, вот для того, чтобы выбрать, смотрите, вот давайте вот сюда вот будем смотреть, для того, чтобы вообще learning здесь не очень, по-моему, правильное слово, но его принято здесь употреблять. Вот он выберет АИ, просто вы говорите на каждом шаге, вы говорите, да, с какой вероятностью будет произведен выбор. В данном случае это обычное экспоненциальное вот это вот распределение, когда вы Е в степени бета-ютилити, бета-это аналог температуры, сравниваете с суммой по всем выборам. Вот. И это дает вам частоты, с которыми игрок играет. Этого достаточно. Вот это и есть правило. Это, ну, на самом деле, это то же самое. В этом месте это абсолютно тоже правило, что в физике, в этом смысле, утилити – это минус энергии. И в физике это так и работает. Ну, а здесь, конечно, это предположение, есть много других возможных правил. Но этот очень часто используемый, и оно в этой ситуации приводит вас туда, куда надо. Вот эта комбинация. Но известно… А у тебя еще здесь ничего нет. Да, это поэтому… Но слово learning использовал, в частности, я тоже не хочу… Если вам будет интересно посмотреть на эти обзоры, эта терминология там используется. Поэтому я не хотел ее менять. Здесь обучающая появится в следующей части доклада. А пока я вам расскажу о, по-моему, очень интересном результате. Как раз Маскалелла и Харта. Относительно… Относительно… Это очень общий результат, не привязанный к потенциальным играм. А именно, значит, они рассматривали механизм, который называется минимизация сожаления. Вот. Как они определяют сожаление? Вот есть… У каждого агента есть какая-то история. Кстати, это очень похоже на… Прям буквально похоже на варианты фиктичес плей с инерцией. Вот сами величины, которые здесь написаны. Значит, есть какая-то история. И по этой истории есть средняя… Средняя. Теперь. Они спрашивают, а если бы я вот в течение этой истории использовал… Вот заменил свои действия на одну выбранную стратегию. Мне будет лучше или хуже? И вот эта величина – это R как раз. Она сравнивает реальную… Ну, с ума… Вот эту среднюю полезность, которая от реальной истории произошла, с тем, что могло бы быть, если бы он придерживался определенной стратегии. И оказывается, что если использовать вот эти вот вероятности выбора в том виде, в котором здесь написано, как тета-функцию от этого R, тета-функция – это функция, которая равна аргументу, если он положителен, и ноль, если он отрицательен. Вот. И вот их теорема, как раз Харта и Маск-Алелла, говорит о том, что вот этот регрет самый, то есть это сожаление, при таком выборе сводится… Ну, просто к нулю стремится. И у этого механизма установлена и описана авторами прямая связь с этим огрубленным, коррелированным равновесием, которое, ну, по существу состоит в том, что если вы эмпирически определите естественные величины, а именно эмпирические частоты, реальные и вымышленные вычислить на них полезности, тогда имеется сходимость, которая гарантирует, что возникающие вот эти вот возникающие частоты, то есть возникающие конфигурации попадают под определение вот этого самого равновесия. Это совершенно замечательный результат. Он очень общий. Единственное, чего пока не хватает людям здесь, это каких-то примеров, которые расшифровывали бы понятие вот этого вот равновесия огрубленного. И, ну, чтобы было понятно все-таки, о чем практически идет речь. Это же замечание относится и к коррелированному равновесию, про который известны только очень какие-то специфические сюжеты с общим сигнальным устройством. Ну, в общем, по этому описанию видно, что пока что это все-таки очень сильно привязано к каким-то, ну, очень формальным теоретико-игровым ситуациям, а вот для оптимизационных ситуаций продвижения пока нет. Но еще в этом месте я скажу, что, конечно, для, на самом деле, для оптимизационных задач, в которых есть случайные элементы, сама ориентация на максимизацию ожидаемой полезности является, ну, безумием практически. Андрей, а правильно я понимаю, что вот здесь элементы обучения как бы присутствуют, по сути, да? Да, да, здесь, здесь, нет, нет, они еще нет. Дело в том, что... Нет, ну как, но я учусь на собственных ошибках, да? А, да, да, но это, это, это очень... Ну, в этом смысле обучение. В этом смысле, еще, ну, понимаете, в смысле, в этом смысле и reinforced learning не очень обучение, в том смысле, в котором мы это понимаем, потому что настоящее обучение это движение или создание графа знаний, на самом деле, то есть это создание семантических структур, а не просто выявление паттерна. Потому что в данном случае так или иначе идет речь о том, как выстроить отношения, как выстроить способ действия, а именно с какими вероятностями играть. Да, значит, это... Ну, а обычный способ, с которым эволюционная теория игр работала, это предложить что-то, например, Титфотэк, и сказать, а это лучше. Ну, кстати, имеются уже сейчас замечательные результаты, которые говорят, что реинфорсмент... Это очень свежие результаты. В прошлом году, кажется, что реинфорсмент ленинг лучший тип Титфотэк играет. Вот здесь, когда они сознательно... Ну, не то, что сознательно, когда у них механизм, который ощупывает вот это пространство возможностей реально. Но я другую вещь хотел сказать. Вот сама теория игр, она использует только... Ну, если говорить о случайностях, она использует только первый момент из этой случайности. Вот, скажем, если вы менеджер портфельный в финансах, если вы будете использовать только ожидаемое среднее, ожидаемое среднее по акциям, то вас выгонят немедленно. Потому что самое, конечно, тривиальное, что нужно сделать, это как минимум дисперсию, часть это морковицы, а современные методы учета рисков это сложные алгоритмы, которые не локальные величины, всякие используют какие-нибудь интегралы по хвостам. И все это входит в контур того, что называется оптимальным решением. То есть оптимальных решений, ну, по крайней мере, в том куске реальности, который сталкивался с реальными такими рисками, где люди для этой цивилизации деньги очень важны, к сожалению. Так вот там теория игр не помогла бы. И в этом смысле вот всю эту конструкцию, ну, и теорию игры, алгоритмическую теорию игр нужно приводить в состояние, когда она риск учитывает. Сейчас это существует в простейшем виде, вот, скажем, в сенсорах, там добавляют, ну, по морковице, просто минус дисперсию, минус стандартное отклонение, минус квадрат стандартного отклонения добавляют в утилити. Вот. Правильное, то есть насколько это адекватно, но это лучше, чем ничего. Но здесь еще очень много нужно делать для того, чтобы эти решения были не только оптимальны, но еще и устойчивы в каком-нибудь реальном, более реальном смысле. Вот. Но это относится и ко второй части тоже, поскольку известные механизмы обучения с подкреплением тоже используют, в частности, в уравнении Беллмана, тоже используют только средние. Ну, это такой общий комментарий, может быть, его потом надо было сделать. Так. Теперь, ну, примеры, вот я уже сказал, что есть абсолютно реальные примеры эквивалентности, и прям вот, ну, есть задачи назначения, в которых есть просто не только эквивалентность с потенциальной игрой, но прям даже экономический механизм, а именно описаны аукционы, которые к нему приводят в задачи покрытия сенсорами. То же самое. Тут вот очень все продвинуто, и имеется несколько книг, которые реально используют вот эту смесь, ну, такую хорошую алгоритмическую теорию игр, смеш, прям в мультиаграме. Хорошо бы какой-нибудь пример все-таки хотя бы немножко рассмотреть. Ну, вот у нас была там транспортная сеть, так сказать, это помогло как-то пониманию. Вот здесь что можно сказать? А, здесь, здесь вам нужно, здесь вам нужно описать протоколы, по которым общаются сенсоры. Дело в том, что, ну, сенсоры, это фактически что? Вот он, у него есть радиус действия. У вас задача получить информацию, оптимальную информацию об объекте в целом. Ну, вот какой-нибудь конкретный пример. Так, общая идея, это понятно. Тем более, что она на самом деле, она очень старая, она гораздо старше, чем может показаться. Я потом скажу об этом. Но какой-то конкретный пример можно рассмотреть, так сказать? Ну, в общем-то. Вы знаете, у меня нет, но есть очевидная вещь, что есть протокол. Значит, вам нужно сказать, какой информацией, какой информацией эти самые датчики должны делиться друг с другом. В общем-то, это понятно. Хорошо бы. Ну, у меня нет. Ну, хорошо. Я понял. Это и так. Я готов. На самом деле, я имею представление об этом, но это не такой простой рассказ. Я говорю, там книги целые уже написаны, причем недавние. И это сюжеты непростые, для того, чтобы как следует рассказывать. Я готов потом как-нибудь это рассказать. А сейчас я хочу пока... А сейчас я хочу перейти ко второй части. Это как раз к обучению с подкреплением. Ну, и надо сказать, что вообще вот это то, что в центре, вот это вот разум этот или интеллект мультиагентной системы, когда вы... Это центральный сюжет того, что сейчас происходит. Ну, например, у вас есть беспилотники или те же сенсоры, что угодно. Так вот, на самом деле сейчас в этом месте прямо вот пересекаются эти сюжеты, которые на слайде. Они, значит, взяты из обзора этого очень детального, недавнего. Ну, и другие такие. Ну, в частности, вот теория игр, вот обучение с подкреплением, глубокое обучение. То есть... Ну, об этом я как раз рассказывал у вас. на семинаре о применении к ГО, когда нейронные сети используются для аппроксимации, которые в обучении с подкреплением используются. И вот то, что происходит сейчас, это как раз переход от распознавания образов. То есть, когда на левой половине картинки у вас есть данные, и вы по этим данным получаете знания. Ну, как вы слышали, и не только от меня наверняка, естественно. Вот. И этот процесс не без сложности, потому что небольшие ошибки, специально занесенные в информацию о пикселях, здесь могут привести к необратимой деформации картинки, вот, к настоящему принятию решения. А настоящее принятие решения продляет вот эту вертикальную, добавляет вторую стрелочку тем двум, которые слева, а именно по имеющимся данным у вас возникает знание, и на основании этого знания вы должны принимать решение. И то, что делается сейчас, вот последние пару лет, вот применение методов искусственного интеллекта очень сильно сконцентрировано на принятии решений, ну и понятно, что тогда, что эти решения точно имеют этот флейвер теоретика игровой, потому что решение каждого понятно, что ситуация будет зависеть не только от решения самого по себе, но и от того, что другие будут решать, и когда, то есть много агентов должны принять решение, оно должно быть неразрушающим, ну, например, машины не должны сталкиваться, и так далее. Вот это то, что сейчас происходит, и вот авторы отметили 19-й год как год грандиозных успехов, вот здесь написано, о чем идет речь, речь идет о видеоиграх, о некоторых, о некоторых играх, в которых недостаточно обучения с подкреплением для одного агента. Но все-таки в чем успех? Успех в том, что они играют гораздо лучше, чем, ну, то есть, людей обыгрывают, но людей обыграть это уже не сложно, а в том, что реально у вас в распознавании образа, да? Ну, в данном случае это игры, прятки, там, я, честно говоря, даже не знаю, что такое. Вот, но факт тот, что научили, давайте так, сама задача научить двух агентов играть в игру, в которой есть реальное взаимодействие между ними, это непросто. И на этом, и на этом, вот, ну, здесь написано, видите, причем у вас эти игры с неполной информацией, ну, как в покере, например, вы не знаете. А можно сказать, ну, вот за счет чего достигнуты успехи? Это есть такое центральное, да? Да, центральное, центральное, это реальное использование методов методов обучения с подкреплением для многоагентных систем, то есть для нескольких участников, но в реальности сейчас это два участника, но это кардинальная смена парадигмы, потому что до сих пор обучение с подкреплением относилось к одному агенту, то есть он сам учился, и все. и это не было совместным, если можно так сказать, это не было совместным обучением. В этом смысле у этого не было теоретика игрового флейвора никакого. А сейчас эта теоретика игрового флейвора не то, что появился, а он прямо уже полный рост имеется. Но эти вот определения давайте я как раз выпишу. Давайте я начну с напоминания как выглядит описание обучения с подкреплением. Это ситуация, при которой у вас есть среда, и агент принимает решение, которое меняет состояние среды, и с этим изменением связан выигрыш, который он получает. И есть две вероятности. Ключевые первые это с какой вероятностью среда переходит из одного состояния в другое. при заданном действии агента, и второе это собственно вероятность того, вероятности, которая характеризует сам выбор. Они по-английски называются policy, то есть у вас агент должен с учетом того, что он знает о среде, все-таки решить, как он будет строить стратегически свою эту игру. Но это не совсем игра, он должен как-то нащупать набор вероятностей, которые в сумме единицы относящиеся к его действиям. И это, конечно, уже в этом месте очень похоже на смешанные стратегии, но с тем, что стоит только поправкой, что он играет со средой, такая тривиальная игра, а среда не играет, среда заданная. Ну, а можно, так, в общем виде понятно, а можно какой-нибудь характерный пример простенький? Ну, характерный... Ну, вот так вот, лучше предыдущий слайд, и просто каждый пункт проиллюстрировать, но, значит, в рамках какого-то одного примера простейшего, ну, в котором было бы видно, что такое среда. сейчас. Вообще, с простыми примерами в этой сфере, в этой сфере проблема. Сейчас я попробую что-нибудь такое, что-нибудь такое сказать. Знаете, все эти примеры, которые я знаю, они, это обычно картинки, ну, например, значит, у вас агент должен переместиться из левого угла доски, размеченные доски вправой, на его пути есть препятствия, есть стенки, есть поглощающие что-то, и он должен выбрать стратегию движения, там, влево, вправо, вправо. Как он меняет среду? Вот здесь важно, что... он меняет среду, в том смысле, он при... в данном случае среда это просто клетка. Они не меняются? Да, они не меняются, это вот общая формулировка, это то, что здесь, может быть, среда может не меняться, а вот он просто на этой вот, на... это такой стандартный пример, когда какой-нибудь, я не знаю, пылесос убирает, убирает, грязь в квадратиках и может попасть в ловушку. Обычно эти примеры такие. Или есть пример с игровыми автоматами. Вот такого, чтобы я мог словами рассказать вам, не показывая никакой картинки, я такого примера не знаю. Наверное, это недостаток, но я правда не знаю, например, гольф, есть классическая книжка Сатана и Барто, самая лучшая по этой теме. И в ней в самом начале иллюстрация, вот одна я вам рассказал о том, что на доске происходит вторая, это игра в гольф. То есть там дорисовано вот это гольф-поле и, значит, обсуждается, как достичь как достичь оптимальной оптимальной траектории. Вот, следующие примеры, они уже требуют детального описания. На самом деле, я вам показывал вот для Го, ну, для Шаппорт я точно показывал вам эти картинки, которые говорят, как на шаге рассчитываются будущие траектории и как это меняет, ну, на тех картинках, кстати, не было прямо сказано, как меняются эти вероятности. и связаны это отчасти с тем, что вы можете решать эту задачу, вы можете решать эту задачу так, что вы до последнего, ну, об этом не думайте, сейчас я вам, может быть, сейчас яснее немножко будет, значит, и так у вас есть вот эта вероятностная конструкция, а цель агента это максимизация дисконтированного ожидания, дисконтированного ожидаемого, дисконтированной ожидаемой выплаты. Ну, и вот здесь вот я добавил, что, конечно, конечно, само по себе вот эта вероятностная трактовка говорит о том, да, значит, извините, значит, и так цель состоит в том, чтобы определить эти полиси, то есть, говорится, вот что, нам хорошо бы найти такую пи, чтобы я ее мог прям сразу выбрать, то есть, это набор вероятности, и использование этого набора максимизирует вот это вот ожидание. И сам по себе набор вероятности, конечно, поскольку это к стратегиям относится, он похож на смешанные стратегии, теперь технически есть две функции, которые в этом участвуют. Это Q-функция, так называемая, это ожидаемый, дисконтированный выигрыш при начальном состоянии S и выборе A, и второй, это так называемый value function, когда вы суммируете пол A, вот у них есть естественная связь, и на V, и на них как раз и написано то, что называется уравнением Белмана. И решение этих уравнений, решение этих уравнений Белмана дает вам ответ для оптимальной этой этой пи, но в частности, вот эта оптимальная пи, это Ravmax Q. А где там суммирование по A, чего-то его не было? Нет, Q, вот здесь вот, нет, но если вы явно это запишите, нет, вот Q и V, чем V отличается от Q, запишите. Вы видите усреднение здесь, почему? по A, вот. Вот в самой определении функции V как-то ничего тут такого нет. Нет, нет, в определении, вы просто можете убедиться, что V это это не написано, что по A но это написано, здесь это ниже написано, но это вообще это просто я понимаю, что это обозначение рябит в глазах, но это правда простой факт, просто если вы выпишите эти две формулы, вы сразу увидите, как V выражается через Q. Нет, просто в самом определении V как-то там должно быть, наверное, что-то сказано. ничего не должно быть сказано. У вас это сказано тем, что V это функция, которая предполагает, что начальное состояние это S, а Q это функция, в которой предполагает Матожидание по разным этим пространствам берется. Да, так и написано. Как? Как написано? написано, Вот здесь вот написано прям, почему берется Матожидание. А, это другое дело, да. Нет, ну, прямо написано. Ну, это, это, это вопрос удобства, просто с этим я почему почему это выписал. Дело в том, что решение вот нахождения такого вот этой P можно делать самыми разными способами. И есть как минимум три типа методов. Первый это написать уравнение на Q. Второй метод это прямо параметризовать P и искать минимум какими-то градиентными какими-то градиентными методами. И есть третий, который по-английски называется Act of Critic, который смешивает смешивает эти два. Это довольно сложная, это сложная история, которая требует много машинного времени. Вот, но эта история более-менее известна. Точности, точности известны. В общем, для одного агента плюс-минус человечество понимает, как это самое P со звездочкой для одного агента найти. При том, что это развивается с 60-х годов и началось это еще до Беллмана, конечно, очень сильно ускорилось. Беллманом, поскольку формулировка вот этого динамического программирования здесь очень естественна, но она не единственная. вся эта история очень активно развивается, большое число обзоров. Это последнее издание книжки Борто и Сатана, оно вдвое толще, чем предыдущее, которое было всего три года, четыре назад. В общем, это передний край самый. И опять только хочу вернуться к тому, что при том, что это передний край, опять речь идет только об использовании первых моментов. Но что нужно сделать для того, чтобы перейти к мультиагентному языку, но на этой картинке понятно, что среза остается тот же самый, но тех, кто принимает решения, много. И ситуация становится действительно похожей на теоретику игровую. современное понимание состоит в том, что оно является теоретикой игровой буквально, и что вот это мультиагентное обучение с подкреплением это специального, ну не специального, а такого довольно общего вида стахастическая игра, в которой в качестве стахастического элемента присутствует, то есть исходная стахастика относится к среде, а агенты должны найти смешанные стратегии, соответственно, это самый простой способ это сказать, что есть смешанные стратегии, если они независимы или коррелированы, разновесие, которое извините, я выключу просто его. Так. извините, у вас, вы видите презентацию? Мы видим чистое поле, белое. Так. У тебя сдвинулась картинка куда-то. Нет, она будто с краю. Где? будто с краю. Я не понимаю, что с этим делать, потому что... Ну, может, сначала escape нажать и посмотреть, что произойдет? Нет, это не escape. Это... Сейчас. А, вот. Так. И... Ну, соответственно, здесь уже на каждом шаге агенты принимают какое-то решение и получают все это вместе генерирует какой-то какой-то платеж, ну, и это все дисконтируется. Вот. И это игра очень... То есть, что... в чем отличие от, скажем, игры в развернутой форме? В том, что в игре в развернутой форме вы с самого начала говорите, на каком... что происходит в том или ином узле. У меня есть картинка здесь, которая это как-то иллюстрирует. У вас, пусть у вас на перекрестке вот локальная игра, это игра, ну, это совсем, конечно, переупрощено, вот на перекрестке эти машины. И им хорошо бы не сталкиваться. Вот. И в этой... Теперь, что в стокастической игре происходит? Вы должны запланировать движение само транспортное, вот управление транспортом или движение должно произойти так, чтобы у вас не происходило созвновения для многих машин. Как искать, как найти это? Это равновесие, вот здесь жирным шрифтом концепция, которая, собственно, ключевая концепция, которая отличает вот это современное понимание от предыдущего. У вас есть, ну, как раньше, у вас игра вот эта вот единовременная в узле, это игра в нормальной форме. Теперь, то, что отличает эту конструкцию от предыдущей, это то, что в развернутой форме у вас набор применяемых стратегий, это решение марковской вот этой проблемы. То есть, вы на этом дереве, вот этот, вот этот алгоритм обучения с укреплением расставляет вам вот эти вот стратегии правильные в каждый узел. и в этом отличие вот этой конструкции от стандартной. Ну, и, наконец, имеется формальное определение равновесия, которое в данном случае для value, то, что называется по-английски value-based решение для обучения с подкреплением. Ну, и здесь вот, собственно, написано, как это нужно делать. Выглядит это очень формально. И сразу вам скажу, что те примеры, которые описаны и в этом обзоре, и в другой литературе, они очень сложны. То есть, на самом деле, каждый из них, каждый из этих примеров требует отдельного рассказа. а цель сегодняшняя моя, ну, фактически в этом месте, как вы видите, по списку слайдов, моя цель была рассказать вам, где вот этот вот, где этот контрапункт мультиагентного взгляда на вещи и теории игр сейчас находятся. Ну, и скажу, что с моей точки зрения самое, конечно, главное, что сейчас происходит, это реальное появление, уже не, это реальное появление теории игр в задачах, ну, в частности, в задачах планирования, пока реальные решения только для системы двух агентов известны, но процесс уже, процесс, что называется, уже пошел, вот, первая часть рассказа, это был рассказ об эквивалентности существующей, то есть, где-то удалось установить соответствие между задачей, которая сформулирована в мультиагентных терминах и специальными играми, сейчас потенциальными играми, это первая была часть, и второй сюжет был связан с вот этой regret matching самой процедуры Маск-Алелла и Харта, про которую известно, что она приводит к огрубленному, коррелированному равновесию, все-таки уже довольно общее понятие, ну, а здесь задача выходит на совершенно другой, на другой уровень, когда игра в развернутой форме, она развертывается во времени, и не просто развертывается во времени, а развертывается во времени оптимальным образом, когда у вас вот эти вот смешанные стратегии локальные, которые используются в играх в нормальной форме, меняются от узла к узлу, являются, и задача стоит в том, чтобы найти оптимальные вот эти вот, оптимальные эти наборы для всех узлов этого, этого большого дерева, так что это, ну, это прям вот то, что сейчас, то, что на наших глазах можно сказать, происходит, и в этом месте эта история и находится. А с простыми примерами, Илья Ильич, возвращаясь к этому, как раз страдание мое состоит в том, что их пока, ну, фактически их нет. то есть даже даже пример этот с парадоксом Брайеса, это там пять, шесть, семь слайдов, но у меня на фистехе это полноценная лекция, потому что в этих, в этих, в этих рассказах много нетривиальных элементов, как выбрать относительно выбора, функции, о чем идет речь, там, и так далее, даже в самых простых примерах, ну, а вот об этих датчиках, там, я говорю, для того, чтобы рассказать сравнительно простую вещь, нужно довольно много по дороге чего рассказать, то есть практически приложения довольно такие хитрые. Да, еще одну вещь скажу, очень интересный сюжет, вот я, к сожалению, просто не успел в нем разобраться, достаточно, чтобы вам рассказать, это так называемые игры среднего поля, это вот есть предел приемных стремящемся, при числе игроков, стремящемся к бесконечности, и там очень интересные сюжеты, в том числе, вот, и по обучению с подкреплением. Вот, ну, вот это то, что я про это знаю, сейчас, спасибо. Хорошо, спасибо тебе, Андрей. Вот у нас Даниэльян хочет задать вопрос, я думаю, что с него и надо начать. Володь, пожалуйста. Да, ну, я там написал, в принципе, вот на последнем слайде хотел понять, чем отличается от обычного кулернинга, потому что очень похожие формулировки, ну, обычные. включением вот этих фигурных скобочек. Заодно, что такое Q. Нет, Q это та функция, у вас от ну, от кулернинга это отличается тем, что они все вместе учатся. То есть, вот в этом ажирном решение всех заложено, Да, да, нет, а вот это вот, это прямо, вы знаете, это может быть лучше, я вам, я источник там указал, довольно распространенные, ну, такие довольно пространные формы, но идея простая, они вот в обычном еще раз, в обычном обучении с подкреплением у вас один агент и все, а здесь они играют, то есть, у вас игра, ну, вы понимаете, да, что один агент это задача, ну, похоже, это сложная оптимизация, вот это решение про овнение Беллмана и так далее, это сложная, но оптимизация, в ней нет игры, он играет со средой, которая, которая не играет, то есть, не обладает стратегическими никакими возможностями, а в данном случае, когда играют несколько агентов сразу, они все обладают стратегическими возможностями, и эти возможности взаимно влияют друг на друга, и мы прямо попадаем сразу в теоретику игровую, когда у вас мультиагентная система из многих агентов, вы сразу попадаете в теоретику игровую ситуацию. Да, Андрей, сразу попадаем. И сразу начинаем Нэша применять, хотя тут Нэш, мне кажется, абсолютно не по делу. Потому что Нэш предполагает, что остальные топа придерживаются, а ты пытаешься их обхитрить. Здесь не Нэш, здесь другое. Для того, чтобы им решить задачу, это, во-первых, если Нэш, то в смешанных стратегиях. То есть это не в чистых стратегиях, а в смешанных. Это мелочи. Нет, не мелочи. Это вероятность, Нэш. Но я тут думаю, что, конечно, никакого Нэша здесь не будет, а здесь будет общее понятие. То, что называется коррелированным равновесием, оно и будет. Никакого выбора здесь нет. В этих системах никакого другого равновесия, кроме коррелированного, не будет. Но человечество пока плохо понимает, как об этом рассказывать. Не человечество, Андрей Леонидов. Может быть. Можете сказать, вот в этой постановке агенты воспринимают других агентов как часть среды, то есть как что-то, что они не наблюдают, или они могут представить их решение? Вы знаете, мне кажется, это не важно. Важно то, как записано, если это в полезности записано, тогда... Кого мы обучаем? Когда мы рассматриваем несколько агентов. Кого мы обучаем? Мы обучаем одного какого-то агента. Нет, нет, нет. Всех сразу. Всех сразу. Ну что вы. Нет, нет, нет. Мы обучаемся научить всех сразу. Что это означает? Предполагается, что они вообще, говоря, разные в чем-то. Да, они могут быть разные. Да, вы правы. Если они одинаковые... Одинаковые, то тогда... Ну, одинаковые в том смысле, что, ну, там, как в обычной игре Панэша, они не совсем одинаковые, но по сути их алгоритмы они ничем не должны отличаться. Да, ну вот, например, да. В том, что... Это был маленький кусочек рассказа. Вот у нас с Катей есть работа по игре бинарного выбора, в которой есть forward-looking эффекты. Это совершенно та же история. Но вот на полном графе они все одинаково относятся к учету будущего. А вот если бы они на графе находились в узлах с разной степенью, это было бы уже не так. И они каждый бы... И каждый из них решал бы задачу вот этого вот учета будущего дисконтированного потока по-своему. То есть мы... Вопрос, что мы приспосабливаемся, вот в вашем примере, конкретному виду сетей, или мы обучаем их в любой сети в зависимости от характеристик этой сети, которые соотносятся с этим или иным агентом, обучаем их вести себя оптимальным образом? Хотелось бы делать второе, но не в том сейчас состоянии. На самом деле очень мало известно о том, как локальные характеристики сетей, даже может быть не очень локальные, такие как компонентная структура, как они в конечном счете влияют на оптимизацию. Мой вопрос относится вот к вашему замечанию о том, что вот нынешний этап, он связан с тем, что мы ведем обучение в рамках нескольких там двух агентов. Да, это... Что это реально означает? Это реально означает, что если у них разные полезности, то они научатся разным вещам. Да. Слушай, Андрей, ну вот ты же про разные полезности. Ты говорил, что эти полезности им, ну, внушают как бы... Да, это, это да. Это... А начальник, который организует всю эту игру или там всю эту программу, он им внушает какие-то полезности, вменяет. И нельзя им вменить одну и ту же полезность, чтобы они все оптимизировали то, что надо. Нет, во-первых, не всегда можно. Во-вторых, конечно, в идеальной конструкции хотелось бы пробовать, хотелось бы, чтобы система могла пробовать разные полезности и там тоже производить поиск. Но этого пока нет совсем. Вот пока есть только та часть, которая относится к самим стратегиям для... Теперь, опять, опять, еще раз. Вот есть, есть способ достижения, способ достижения теоретикой игрового равновесия сам. И это, это вопрос нетривиальный. Ну вот, потому что те примеры, которые, те примеры в потенциальной вот этой игре, это исключение. А вообще мы не знаем, как устроить обучение вот это вот. Как устроить так, чтобы они выбирали свои вероятности так, чтобы достичь равновесия. И вот это вот обучение с подкреплением, это и есть этот способ. Да, не очень понятно. Андрей, вот все-таки получается так, что, ну, организатор всего этого хозяйства, он заставляет их между собой воевать. Когда ты говоришь про игру, то это подразумевает, что у них какие-то конфликты, интересы, разные стремления. А зачем? Ему надо задачу решать, а не заставлять их друг с другом воевать. А может быть, конечно, как для какого-нибудь президента, ему надо спецслужбы, чтобы они друг за другом следили. Но это очень сложная картина. Да никто же не знает, как эти задачи решать. Ну, что толку? Эти все задачи НП. Но никто не знает, как их решать. Ну, НП ты пугаешь нас. А что пугают? Они все вообще. НП это что-то, относящееся к бесконечностям. Когда большое, там что-то такое, тогда НП. Это зря. Дело в том, что в простейших ситуациях, на самом деле, довольно трудно. Мы, да, вот, скажем, при синтезе бурических функций, где, так сказать, видимо, впервые возникла такая задача, там ситуация какая? В реальности мы сталкиваемся, как правило, с простыми системами. Но сказать, значит, вот почему это так, в чем здесь дело, мы не можем. И поэтому вынуждены давать алгоритмы в общем случае, когда у нас действительно имеет место ситуация НП. То есть здесь трудно выделить вот эти простые системы, когда они возникают, почему они возникают. Это не ясно. Да. Но с другой стороны, вот это вот, ну, то, что, как мне кажется, понятно, и то, что, как мне кажется, исключительно важно, это то, что сделан реальный шаг. Вот в этом, вот, все-таки это обучение с подкреплением, это центральный элемент современного искусственного интеллекта, если с этой стороны выходить. И то, что эти методы искусственного интеллекта стали реально, ну, просто реально приобретают теоретикой игровую форму, если этих агентов несколько, без этого просто, ну, не обойтись, за исключением совсем каких-то простых ситуаций. Это, по-моему, очень важная, очень важная вещь, которая, в частности, говорит о том, что эта самая алгоритмическая теория игр должна, ну, соответствоваться. Хорошо. Теперь вот я вижу, у нас появился Саватеев, и он наверняка хочет задать какой-нибудь вопрос. И что он хочет что-нибудь сказать? Нет, я только просто только прилетел сейчас в город Пермь, и я пропустил из-за этого почти весь доклад, меня на радио потащили. Я хотел послушать Андрея, а меня потащили на радио. Но я с последнего слайда понял, о чем речь. Вот, ну, как бы, каких-то специальных вопросов у меня нет. Ясно, что это все очень сложно, и что-то посчитать реально почти невозможно. Нет, Леш, можно? Когда мы Саватеева отпускаем... Нет, нет, я никуда не ухожу, я сейчас обедаю, потом уже еду на фестиваль кино, где будет показ фильма пространства Лобачевского Екатерины Ременко, и я должен выступить потом экспертом и с лекцией. Леш, вот в этом... Вопросы больше не требуют. Сейчас я просто хотел сказать, что вот этот китайский обзор, он, после того, о чем я вам рассказал, он наполнен конкретными примерами. Но эти примеры очень частные, они настолько частные, что... И кроме того, каждый из них действительно сложный, но основная идея, по-моему, ясна, и само то, что этот процесс происходит, это, по-моему, просто фундаментальный переворот в этом деле. Да, надо просто научиться, как с этим принципом можно работать, как, что можно сделать. Ну, это вот для того, чтобы научиться в принципе, нужно сделать алгоритмическую теорию игр реально работающим инструментом. А для этого нужно гораздо больше задач рассмотреть и найти простые примеры, о чем Виктор Мейеревич говорил, который что-нибудь поясняет. Потому что до сих пор эти простые примеры очень искусственны. А Даню Мусатову ты не пробовал подключить? Он большой спец в алгоритмической теории игр. А куда его можно подключить? К электричеству. Нет, но у нас есть задача, кстати, у нас есть задача, которую мы сейчас, есть дипломник, и мы ее там, это задача о том, как это обучение с покреплением в последовательных социальных дилеммах работает. Вот это, ну, очень похоже по формулировке вещь с многими игроками, но это я или там кто-нибудь из нас обязательно вам расскажем, когда будут результаты, это следующий год. На секундочку, маленькое, значит, маленькое просто замечание. Вот вы говорите, что задача плохая, потому что она НП. Вот, понимаете, значит, во-первых, наверное, имеется в виду плохая, когда она НП трудная, значит, НП сложная. Ну, он имел это в виду, да. НП полная. Вот. Ну, вот, значит, на самом деле, потому что просто НП, это все, так сказать, переборные задачи, НП это та, которая может быть хорошо решена, значит, недетерминированным алгоритмом. Ой, извините, вот я сразу скажу, я вообще не математик, для меня… Ну, так вот, я вам объясню сейчас, на секундочку. Нет, ну, я, нет, мне объяснять не надо, я формальную сторону дела знаю, но с точки зрения практики НП трудности вполне достаточно. Вот, так вот, значит, с точки зрения, сейчас, на секундочку, дайте я это скажу. Вот, задача, значит, НП трудная, это значит, что если вы хотите найти ее точное решение, то, значит, и быстро это умеете делать, то тогда вы вообще любую НП задачу сможете быстро решить. Вот, задача, значит, с точки зрения точного решения, вот они все плохие, НП, НП трудные. А с точки зрения приближенного решения, они совершенно разные. То есть, есть задача, которая, если вы хотите решить с точностью до мультипликативной константы, даже с точностью до эпсилу, он фиксированной, она остается плохо, трудно решаемая. А есть задача, которая, если вы хотите с точностью до аддитивной константы решить, вот на единицу, так сказать, огрубить, и она уже становится хорошо решаемой. То есть, значит, в вашем случае, вы же все равно, так сказать, вас не точное решение интересует, а интересует, так сказать, ну, хорошее, просто хорошее какие-то, значит, приближенные решения, евристические решения и так далее. Поэтому ссылаться на то, что это НП трудное, ну, как-то вот лучше, значит, вот не использовать, потому что с точки зрения приближенного решения, они абсолютно все разные. Например, если вы хотите задачу о максимальной клике в графе искать, то она становится, а то она плохо решаемая, трудно решаемая. Если вы с любой мультипликативной константой даже ее хотите решить, то есть, например, с точностью до одной десятой, и все равно она будет плохая. А задача, например, там о, так сказать, двух валютах, вот, значит, которые НП трудные, вот если вы хотите, так сказать, на единицу только, так сказать, вот, огрубить, она становится сразу хорошо решаемой. Ну, это я так, извините, просто такое. Понятно, вот Толя Козырев. Для чистоты, для чистоты языка. Очень близко к тому, что было сказано, но немножко с другой стороны, что вообще, естественно, переход к непрерывным задачам, точно так же, как и в ядродинамике, например. Вместо того, чтобы рассматривать движение частиц, рассматривать движение жидкости, потом сетку накладывают и решают на сетке. В экономике получаются размерности большие. Я знаю работы, где пытаются переходить вот к сетке, причем слушал наклад такой, но там тоже получается плохо. Тем не менее, выход, по-моему, в том, чтобы решать непрерывные задачи. Поход через графы и через, ну, перебор, не перебор, но это неизбежно. НП, это всегда будет плохо. Ну, что только что было сказано. Ну, а второе, что я хотел сказать, подход, когда есть глобальная какая-то функция, которую надо максимизировать, но оно хорошо, например, когда Минобороны заказывают какие-то НИРы, чтобы сделать новую ракету. Там можно чего-то, но там она очень конкретная, и там есть что-то. А если речь про общество, то я бы предложил исходить из того, что миром правят негодяи и деньги. А потому все такие задачи, они за пределом добра, так скажем. Ну, вот, а вопрос хотел бы, Андрей, как студенты слушают лекцию на эту тему? На эту тему студентам лекции не читались никогда. То есть элемент, то, что я рассказываю на лекциях, это, ну, как правило, вот это congestion, то есть вот эта потенциальная игра с нагрузкой на ребра, это в течение, и парадокс Брайса, это я рассказываю. Рассказываю. Вот. Иногда рассказываю еще и сами, которые тоже потенциальная игра. Это рассказывается легко. Ну, как легко. Много посещает. Я не знаю, но это, ну, что. Сейчас вообще... Я тоже там работаю, и у меня, да, это стратегическое снижение. Сейчас же у меня... Когда у игр, то вообще... Нет, ну, это то, что сейчас происходит с удаленным обучением, это не предмет этого семинара. Ну, тем не менее. Ну, как раз, ну, дело в том, что они от меня получают, получают в силу специфика, они от меня получают подробнейший конспект. То есть они получают все материалы по лекции, и поэтому у них потребность слушать ее в этой вот, ну, уродской форме, значит, ну, то ли есть, то ли нет. Когда нет все-таки этого контакта, я их понимаю, что им, может быть, и легче прочесть. Действительно, их несколько меньше, чем обычно. Но что касается... Кстати, что касается интереса к теории игр, то он очень большой. Вот у меня часть лекций по графам, по сложным системам, две, три, в этом году четыре я планирую лекции о теоретико-игровых методах в сюжетах, связанных с графом, это и кооперативные игры, как способ, как просто оформление того, что называется кластеризацией, и вот этот парадокс Брайса, графические игры, что-то еще там где-то планировал. Это как раз вот, когда я потом их спрашиваю, вот эта часть, они говорят, это вот очень интересно, прям очень. Вот что-то цепляет в теории игр студентов, но это факт. Вот те студенты, которым я читаю, а именно замечательные студенты с кафедры дискретной математики, по крайней мере, для них, и не только, потому что там многие другие. Вот, а что касается теперь, я все-таки, Виктор Мирич, если позвольте, я все-таки отреагирую немножко на негодяев и деньги. Вот, мне кажется, что если бы это было так, мир бы совершенно был сейчас другим. Ну, очевидно, что в мире есть не только негодяи и деньги, и вопрос, ну, для меня, очевидно. И поэтому вопрос о том, как построить механизмы так, чтобы ограничить негодяям и помочь обществу, значит, этот вопрос, несомненно, есть, он всегда был, он будет. Это как раз то, что коопетишн, и это как раз вопрос о правильном взгляде на бленд вот этих вот конкурентных механизмов, которые отчасти неизбежны и естественны, и нужных каких-то агрегирующих стимулов. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда мы понимаем каждый из этих подусов по отдельности, ну, более-менее. Вот, а вот этой всей вот траектории между ними, ну, может быть, кто-то и понимает, механизмы, чтобы... Хорошо. Какие еще вопросы остались к докладчику? Ну, если нет, то... Ну, я не хотел бы высказывать свое отношение к тому, что он сегодня рассказывал, поэтому хочу предоставить слово Виктору Мейеровичу. Да, спасибо. Ну, видите, значит, мне кажется, что трудность освоения этой темы, она, по крайней мере, отчасти вызвана тем, что вольно или невольно и в статьях, и при изучении ее вообще смешиваются разные задачи. Значит, есть задача построения вычислительного алгоритма, где используется техника теории игр. Это одна задача. Есть задача изучения поведения, скажем, в сети. Да, и эта задача другая, хотя вроде бы используются тоже теоретикой игровые конструкции. Есть задача формирования сети для агентов, которые преследуют свои собственные цели. Это третья задача. Есть задача предложить агентам, которые преследуют собственные цели, в определенных условиях, в сетях, в тот или иной алгоритм поведения. И вот это задачи разные, особенно проблемы, связанные с использованием теории игр в вычислительных алгоритмах. Вообще, это, на мой взгляд, стоит немножко в стороне. И только внешне кажется, что это что-то очень похожее. Я хочу сказать, что вот такое противоречие, оно возникло очень давно. В 60-е годы для задач оптимизации были придуманы такие децентрализованные алгоритмы. Первым был алгоритм Данцига-Вулфа. Потом появился алгоритм Корна и Липтика, ну и много-много разных других. В чем, собственно, состоял вопрос? А в том, что в ряде случаев, если матрица взаимодействия разреженная, то задачу оптимизации можно децентрализовать. Таким образом рассмотреть иерархию, где наверху агент, так сказать, такой координатор, он воспринимает информацию с нижних уровней и дает какие-то сигналы, опять-таки, на эти нижние уровни. На нижнем уровне действуют агенты, которые решают свои собственные задачи. И это иерархическая такая система. Она была предложена. И сразу же появились ее интерпретации. Вначале это был чисто вычислительный алгоритм. А потом стали пытаться использовать те же самые конструкции для описания процесса планирования. Очень много работ было. Я как раз принимал некоторые участия в этом. Ну, а потом все-таки... Нет, идея-то осталась, но сказать, что здесь были достигнуты колоссальные успехи в понимании того, как происходит этот процесс в реальности, ну, все-таки нельзя. Хотя вычислительные алгоритмы, да, они доказали свою эффективность. И вот это была такая неоднозначность понимания их. С одной стороны, это вычисление, с другой стороны, это что-то похожее на реальность. Вот она присутствовала уже тогда. Сейчас, ну, не только в докладе, но и когда смотришь на соответствующие статьи, не сразу вообще говоря, понимаешь, о чем, собственно, речь. Речь идет об вычислительном алгоритме либо о попытке описания какой-то реальности. И вот это смешение, оно очень мешает. Если говорить о применении теории игр в качестве элемента вычислительного алгоритма, ну, вот я здесь согласен с тем вопросом, который, значит, Владимир Иванович задавал. Ну, а почему мы должны вообще предлагать здесь какой-то конфликт с самого начала? Казалось бы, значит, нужно исходить из другого, из того, как сделать агент. Да, вот агенты обладают частью информации, и информация не скапливается нигде в этой системе. Ну, так же, как и в алгоритмах Данса Г. Вулфа, это то же самое, да, типы Данса Г. Вулфа. Но почему мы должны предполагать здесь какую-то конкурентность? Казалось бы, наоборот, надо искать алгоритмы, которые обеспечивают некую слаженность взаимодействия. То есть для меня, на самом деле, не очень понятно, значит, является ли вот это стремление, механизм, ну, теорию игр использовать для вычислений, является ли это, так сказать, ну, вот такой тенденцией по существу? Ну, то есть это действительно дает какой-то выигрыш в эффективности, либо, может быть, это дань моде. До конца, повторяю, мне это не ясно. Ну, а с другой стороны, вот все больше и больше задач действительно вполне реальных возникает, где нужно рассматривать системы взаимодействия, где отдельные агенты обладают лишь частью информации и стремятся достичь всех целей, но, в частности, достичь консенсуса. В разных областях это происходит, и в экономике, и в политике. И вот на самом деле сейчас наблюдается кризис конкурентных механизмов в мире, прежде всего в западном мире. Кризис конкурентных механизмов и в экономике, и, может быть, даже в более явной форме в политике. В частности, вот межпартийная конкуренция, она приводит, и это уже осознанно, стало приводить к крайне неудовлетворительным результатам. И многие страны, они пытаются внедрять так называемое коллаборативное управление, то есть механизмы, в которых конкуренция замещается, которые направлены именно на взаимодействие в рамках сотрудничества. Ну, взаимодействие это, оно реализуемо, конечно, не для всех стран, требует предпосылок, в том числе высокого уровня гражданской культуры, достаточно высокого уровня благополучия и так далее. Но вот такие механизмы очень активно последние там 15-20 лет внедряются в наиболее таких продвинутых странах Запада, в частности, вот в странах Северной Европы, Дания, Норвегия, Швеция и так далее. Но не только в них. Так что здесь есть крайне интересная тема, может быть, действительно, и, наверное, тот аппарат, который здесь использовался, он в каком-то смысле может быть и применен и к этим механизмам. Хотя, повторяю, там основная задача – это все-таки добиться константственных решений. Ну, в докладе эта тема тоже прозвучала. Ну, а в целом громадное… Да, ну, кстати говоря, вот управление общими ресурсами – это тоже типичная задача, где требуется преодолеть неэффективность в случае с эгоистическими агентами. И возникает вопрос, а как же организовать взаимодействие так, чтобы мы не должны были, так сказать, ну, как бы использовать насилие в качестве инструмента, а естественным образом заинтересовать агентов, ввести так, чтобы общие ресурсы были использованы эффективно. Это касается там, ну, в ситуациях очень, кстати говоря, наглядных, хорошо описываемых, там, использование лесных ресурсов, использование рыбных ресурсов, ну, и так далее, масса всякого всего. Кажется, что то, что было рассказано, имеет к этому некоторое отношение. Но вот здесь, мне кажется, важно не смешивать задачи вычислений и задачи описания и конструирования определенной среды, где заинтересованные агенты, агенты, которым навязать целевые функции невозможно, они будут вести себя оптимальным образом. В целом, спасибо за доклад, потому что, ну, действительно, работ здесь очень много, тема страшно трудная. И, ну, в общем, во всяком случае, я слушал, могу сказать, что с полным удовлетворением, но во всяком случае, значит, для меня это было полезно. Так что спасибо, спасибо. Счувствую глубокого удовлетворения. Да. Ну, а следующий доклад, как раз, между прочим, странным образом, но не по аппарату, а по нацеленности, связан отчасти с темой, которая звучала у нас сегодня. Виктор Евгений Дементьев, который выступал у нас неоднократно из Центрального экономико-математического института, он будет рассказывать о реципротности в условиях современного развития. Ну, то есть, как раз будет речь идти о том, как механизмы, связанные так или иначе с сотрудничеством, каким образом они работают в условиях интернет-торговли, вообще интернет-взаимодействий. Ну, и вот здесь есть разные точки зрения. Насколько я понял, в его докладе будет продемонстрировано, что в результате цифровых технологий у нас стремление к сотрудничеству в каком-то смысле возрастает. Ну, это будет показано на конкретных примерах. Так что я думаю, что нам будет интересно. И, пожалуйста, приходите. Итак, еще раз спасибо Андрею Владимировичу. Спасибо всем за участие. Ну, и до следующего седара. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.